Валентина Матвиенко покинула пост губернатора Санкт-Петербурга. Сегодня она подала президенту просьбу об отставке, и Дмитрий Медведев ее принял. Исполнительную власть регионального уровня Валентина Матвиенко оставляет ради законодательной власти всероссийского масштаба. Первый шаг к креслу председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала в минувшее воскресенье. Из Санкт-Петербурга наш корреспондент Александр Чижинок. В Смольном меняется власть. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко сменила свой высокий пост на мандат муниципального депутата. В воскресенье сразу в двух округах Петровская и Красненькая речка. За нее проголосовали больше 90% избирателей при рекордно высокой явке. Пообещав помощь обеим территориям, Валентина Ивановна все же сделала свой выбор и приняла мандат Красненькой речки. Быть может, чашу весов перетянуло предложение стать еще и управдомом одного из зданий этого микрорайона. Хотя защищать интересы жильцов она, скорее всего, будет через помощников. Ведь муниципальные выборы – лишь ступень на пути к третьей после президента и премьеры должности в государстве, председателя Совета Федерации. Она освободилась после того, как петербургские депутаты отозвали своего представителя Сергея Миронова, 10 лет возглавлявшего Верхнюю Палату Парламента. Предложение сенаторов избрать своим спикером Валентину Матвиенко поддержал президент. Главный вопрос, остающийся пока без ответа – кто займет освободившееся кресло? Послушайте, еще тело не остыло. Еще действующий губернатор. А вы вообще тут провокационно такие вопросы задаете. Это вопрос исключительной компетенции президента Российской Федерации и законодательного собрания Санкт-Петербурга. При этом работу уходящего губернатора вице-премьера оценил очень высоко. Самая эффективная администрация, так сказать, за все те годы, которые я знаю Петербург. Что касается жителей города, то диапазон их мнений весьма широк. Одни говорят о том, как преобразился Петербург за последние 8 лет. Достроены дамбы и кольцевая автодорога, появились новые автомобильные фармацевтические заводы, выросли доходы горожан. Другие вспоминают тяжелые поражения в борьбе со снегом и сосулями. Этот термин придумала Валентина Ивановна, которой губернатор предлагала сбивать лазером. Наверное, ей нужно было бы покороче управлять, потому что коррупция в городе и воровство, по-моему, как и в стране, выросли. Город стал лучше, много очень всяких разных, открылось магазинов. Вполне вероятно, рекордный результат на выборах стал суммой голосов как сторонников, так и противников Матвиенко, мечтавших скорее отправить ее куда угодно, хоть в Москву. Дальнейший сценарий уже расписан. Как только Валентина Ивановна сложит полномочия, единственное счет определяться и предлагать не менее трех кандидатов к президенту Российской Федерации. Сегодня прошение Матвиенко об отставке было отправлено Дмитрию Медведеву и спустя несколько часов подписано. Временно исполняющим обязанности губернатора Северной столицы назначен полпредпрезидента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко.